Это Энрике. Сейчас он борется за свою жизнь после жестокого отравления. По словам зоозащитников, подобные травли собак носят массовый характер. Ежедневно звонят люди, присылают фотографии и видеосюжеты с организирующими животными. То есть, и дают описание одного человека азиатской наружности с машины УАЗик, который раскидывает сосиски, а потом складывает собак, я уж не знаю, трупы или еще живых собак в машину. Вот кто он, док-хантер, служба отлова мы сказать не можем. За сегодняшнюю ночь, например, поступило одно животное с симптомами отравления. В среднем в месяц животных 10 точно есть. Отравление происходит практически мгновенно. В первые полчаса уже появляются первые клинические признаки. Вялость и рвота начинается. Поражается норально-мерная система. Отсюда уже возникают судороги. Ну, конечно, дальше уже агония и смерть. По словам волонтеров, обращения оренбуржцы пишут регулярно, но ответов так и не получили. А сто от сестра в лесобак на кормежках и улицах города продолжают ухудшаться. Неделю назад зоозащитники Оренбурга обратились в прокуратуру города, на что получили совет обратиться в полицию города к определенному должностному лицу. Сейчас готовится обращение к этому должностному лицу, плюс обращение к администрации города прекратить массовое убийство животных. Администрации города был заключен контракт с П. Берешевым на отлов животных. Управление ЖКХ утверждает, что используются только гуманные способы. Без применения спецсредств, в случае отсутствия данной возможности, применяются средства, временно обездвиживающие животное. После того, как животное отловлено, оно направляется в пункт ветеринарии. В случае обнаружения у данного животного признаков агрессии и либо иных других признаков представитель, ветврач сделает заключение о его уменьшении, либо если такие причины отсутствуют, соответственно, животное подлежит отпуску в естественную среду обитания. По словам ЖКХ, обращение граждан по поводу травли собак действительно приходит. Ситуация взята на контроль, но о конкретных мерах сказать пока не могут. По улице города Оренбурга несколько раз в соцсетях прометнула такая новость, но, тем не менее, тенденции такой не обнаружено. Поэтому сказать что-то конкретное по данному вопросу не могу. В любом случае, подрядная организация, такие методы отлова не применяются. Будем усилить и со своей стороны контроль и наблюдать за данным происходящим. С принятием закона об ответственном обращении с животными ситуация с бездомными собаками не поменялась. Способы регулирования популяции безнадзорных животных остались теми же – отлов и умерщвление. Есть базовые нормы этого закона нового, которые в силу вступили, а именно статья 17 – «Общее положение деятельности по обращению с животными без владельца». И здесь провозглашено, что эта деятельность должна основываться на принципе гуманности, что, очевидно, уже противоречит идее массового уничтожения. И дальше специально подчеркивается в пункте 2, что осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается. Но что такое жестокое обращение? Закон расшифровывает. Это вообще любое обращение, не только причиняющее смерть, но и любые страдания и физическую боль. Если вы сталкиваетесь с отравленной собакой и хотите помочь, пугаться не нужно. Главное – быстро доставить собаку в ветеринарную клинику.